По данным сайта Гидрометцентра России, сегодня 30 августа в Краснокаменске ожидается без осадков погоды. Ветер северный 1-3 метра в секунду. Температура воздуха составит 18 градусов тепла. В Чите сегодня ожидается небольшой дождь. Ветер северный до 2 метров в секунду. Столбик термометра днем покажет 24 градуса выше нуля. Сейчас за окном плюс 7. В Забайкальском крае 10 часов и 6 минут. Далее продолжается с той ноги шоу. 10 часов и 6 минут в Чите. Привет, это Катя Вольская. Доброе-придоброе утро всем. А вместе со мной Василий Ланцев. Все вместе мы с той ноги шоу на Европе+. Ну, конечно же, вместе с тобой. Без тебя невозможно себе представить все, что тут происходит. А какое у нас общение развернулось сегодня в группе ВКонтакте. Мы обсуждаем тему, чему вы радовались в последнее время и вообще, как вы выражаете вот эту радость, собственно. Полина пишет, стараюсь в жизни как можно чаще находить массу поводов для радости. Это могут быть как приятные мелочи, приобретенные в магазине, так и грандиозные события, случившиеся со мной или с кем-то из моих близких. Крайний раз я очень сильно радовалась рождения моей малышки Маллы. Свои эмоции я выразила уже в родильном зале. Как только мне показали малышку, я плакала от счастья, чтобы каждой женщине испытать радость и материнство и подобные чувства. Европа с наступающим днем рождения. Спасибо. Да, аплодисменты. Всем хорошее чувство. Прямо так сразу тепло стало на душе подобных. Это просто действительно ни с чем нет вам не мое счастье, тем более, да, это действительно заветная мечта и такой желанный ребенок, то это просто... Не, ну все, что связано с роддомом, это вообще, я бы сказал, такая национальная мифология. Да, это и вот эти надписи, которые написаны потом там, спасибо за сына, спасибо за дочу, да, которые на заборах пишут там. А, я знаю, даже там у меня у знакомой пары родился, когда ребенок, ну, сейчас я не учусь, да. Наш мир не имеет границ. Я убеждаюсь в этом, когда смотрю в окно. Границы для себя мы определяем сами. Каждый человек останавливается там, где считает нужным, после чего разрастается вширь. Понимаете, как хотите, но на этом все. Движение вперед исключено. Я же до сих пор не вижу ту грань, до которой дойду и остановлюсь. Такие, как я, находятся в постоянном поиске. Закономерно будет спросить, кто я. Многие не поймут, но я сталкер. И по мнению большинства, я занимаюсь ерундой. К ним же можно отнести моего брата, с которым я уже давно перестал спорить. Вот, кстати, и он. Там же, где я всегда. Он младше меня на пять лет. Но в жизненных вопросах соображает куда больше, чем я. По крайней мере, так ему кажется. Сами посудите, что взять с человека, который угробил большую часть своей молодости за компьютерными играми и интернетом. Да, в жизни он понимает больше меня. Однозначно. Ну что? Что? Как сходил? Нормально. Ты вчера поздно вернулся, брат? Да, не нашел. Ну и Кагао там. Аномалии, мутанты и бандиты. Вот чего уж там точно нету, это монахов, барваров. Барваров и всяких прочих мубов. Да что ты вообще понимаешь в РПГшках? Куда меньше, чем в реальной жизни. Поезд заброшенным в место называешь реальной жизнью? Заброшенные места являются частью нашей истории. Куда более интересны, чем в бессилетной, в которой ты протираешь штаны? Да что ты вообще смыслишь о реальной и нереальной жизни? Ходишь там где-то... Дальше моего брата можно не слушать. С таких вот примерно диалогов и начинается мой обычный день. Эй, брат! Что? Магия, что ли? Что, решился? Да, решил посмотреть, чем сталкеры промышляют. Ну, одевайся. Я готов. Ты куда собрался? На сатанинскую вечеринку? Это мой выходной костюм. Ну да. Идем. Он в себе голову пошел. В следующий раз. В следующий раз. Магия. 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 Энергия. Продолжение следует...